Клиенты Банка РБК продолжают осаждать головной офис. Вкладчики утверждают, что институт перестал выдавать даже ограниченную сумму денег. А в банке заявили, что он работает в штатном режиме и причин для беспокойства нет. Акционер Банка РБК Владимир Ким начал переговоры с Национальным банком и правительством Казахстана. О чем может идти речь, разбирались мои коллеги. Вкладчики Банка РБК снова пришли за деньгами. Среди них физические и юридические лица. И если на днях банк выдавал по 100 тысяч с депозита и 50 с банкомата, то сегодня нет даже этого, возмущаются вкладчики. Сказали, выдачи никого не будет. Конечно, все переживают, потому что, извините мне, столько лет коплю эти деньги, и я не могу их получить, когда мне действительно нужно это. Конечно, людям обидно. В последние два дня хотя бы выдавали бы 50 тысяч в кассе. Сегодня, сейчас просто только на прием работают кассы. Все. Ни в банкоматах с пятницы они не работают, даже ничего не выдают. В РБК рассказали, что банк ищет способы укрепить финансовое положение. Для этого нужны дополнительные денежные вливания, что позволит увеличить наличку, которой сейчас остро не хватает. Тем не менее, в пресс-службе заверили, что банк работает в штатном режиме. Банкам было принято решение ввести временные лимиты. И на сегодняшний день какой лимит? Вы знаете, индивидуально каждый день устанавливаются новые лимиты в зависимости от поступающих заявок. Банкоматы и кассы выдают деньги? Выдают деньги, да. И все же на некоторых банкоматах висят таблички. Не работает. В РБК объем депозитов физических лиц превышает 200 миллиардов тенге. А состав владельцев впечатляет. Среди акционеров банка самый знаменитый – это миллиардер Владимир Ким. Ему принадлежит почти 7% акций РБК. В этом году он занял первое место среди самых богатых бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes. Его состояние оценили в 2,5 миллиарда долларов. Другой акционер банка – Дин Мухаммед Идрисов, тоже из списка богатых предпринимателей, с состоянием в 280 миллионов долларов. Ему принадлежит 7,5% акций РБК. Среди крупных владельцев также есть Фарид Люхудзаев с долей 9,5%. Но самым крупным акционером считается ТО «Дирекция по управлению имуществом» Фонд Инвест. Пока неизвестны итоги переговоров владельцев РБК с Нацбанком и правительством. Поэтому судить сложно, будет ли Финансовый институт просить деньги у государства. Аналитики считают, что банк должен самостоятельно решать свои проблемы. Плюс, если мы посмотрим на акционеров, то мы понимаем, что это не самые бедные люди в Казахстане, которым нужно помогать. Соответственно, желание до капитализации – это просто вопрос. Ребята, хотите ли вы серьезно заниматься банковским бизнесом? Инвестируйте деньги. Пока не ясно, как быть и клиентом. Ведь кому-то деньги могли понадобиться срочно. Ирина Евгеньева, Нургали Карабаев, Думан Сулейменов. Информбюро. Алматы.